Снежный натиск Кое-где со снегом бороться помогают жители. Вот фото из социальных сетей с Чулман-12. Правда, это скорее исключение. В большинстве случаев лопаты в руки берут только дворники, а жители даже не трудятся убрать из дворов машины. Кстати, припаркованный транспорт мешает не только жилищникам. Пожарные констатируют, проехать их автомобиль может далеко не везде. Это двор шинников 51. Вместо положенных 3,5 метров ширина дороги всего 2,90. Сотографировал номера машин. Я эти фотоматериалы прикладываю, составляю документ. И мы это отправляем в ГАИ, в органы. И они уже накладывают штрафы. Инвестативный штраф. Спасательный гарнизон работает в особом режиме. Все сотрудники выведены из отпусков. Каникулы, время пожароопасное. Свечи, гирлянды, алкоголь. Вот главные причины возгораний в празднике. В этом году, слава богу, все прошло спокойно. В штатном режиме крупных пожаров ничего не было. В усиленном режиме в каникулы работают и сотрудники ГАИ. Пока крупных ДТП удалось избежать. Правда, нарушений фиксируют много. Выросло и количество тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. За 5 дней уже 20 случаев. Девятый на вызов, девятый. Традиционное новогоднее употребление спиртного прибавляет работы и сотрудникам скорой. Это абстинентный синдром. Во-вторых, люди употребляют алкоголь в праздники и обостряются хронические заболевания. То есть это сердечники, у кого давление. А отравления алкоголем были? Ну, конкретно. Отравления суррогатами не было. Обычным спиртным отравилось 3 человека. Все пострадавшие живы и проходят лечение. В эти выходные сотрудникам скорой много проблем доставила вирусная инфекция. Рост ОРВИ составил 50%. Потому нагрузка на каждую бригаду увеличилась аж в два раза. Потому ожидание скорой больными с температурой может составлять 3-4 часа. Но врачи утверждают, они обязательно приедут ко всем. Нет каникул и у Нижнекамской полиции. Мало того, они работают в усиленном режиме. В том числе патрулируют и каждую елочную площадку в Нижнекамске. А этой ночью полиции в городе будет особенно много, чтобы Рождество город встретил спокойно. Евгения Крубакова, Евгений Лызаев. Новости Татарстана.